Первый летний месяц остался позади. Вместе с ним закончилась и первая смена в пришкольных оздоровительных лагерях. Но в Лабытнангах поставили большой план. Полтысячи мальчишек и девчонок должны быть охвачены работой площадок. Сегодня в первой школе состоялось торжественное открытие второй смены. Оно началось с настоящего осмотра войск. Почему дети в летние каникулы надели военную форму, расскажет моя коллега Ирина Волокитина. Разговорчики в строю то и дело были слышны веселым шепотом. Улыбки не покидали детские лица. Хорошее настроение переполняло спортивный зал первой школы. Познавательный и интересный путь длиной 21 день. Назвать иначе вторую смену профильных лагерей трудно. Необычное начиналось прямо сейчас. Церемония торжественного открытия ознаменовалась осмотром войск. Мы уже четвертый год подряд реализуем программу, которую ежегодно разрабатываем, добавляем, вносим изменения. И сегодняшнее мероприятие, оно, конечно же, созвучено и как нельзя соответствует тем датам, знаменателям, которые мы в этом году отмечаем. Это, конечно, 70-летие нашей Великой Победы. Поэтому вторая смена у нас традиционно – это полярные зорницы. И вот первый этап, первая наша неделя – это смотр войск. Соревнования в лесу, конкурс патриотической песни у ребят еще впереди. Сегодня они демонстрировали гостям праздника свои визитные карточки. Все было почти по-настоящему. Форменные одежды, головные уборы, рапорты командиров. Кстати, отличительные отрядные эмблемы ребята готовили сообща. Взрослые у нас как бы помогали нам. Это наши учителя, они воспитатели считаются. Они помогали нам, ну что, как бы подкорректировать, подправить. Младшие у нас как бы, ну дети, которые младшей группы, они у нас как бы вырезали буквы, а мы приклеивали и рисовали. Взрослые с улыбками наблюдали за детьми, марширующими по залу. Сами ребята чувствовали себя комфортно и уверенно. Из-за холодной погоды открытие смены пришлось перенести в помещение. Я тут еще с лагеря, с первой смены. Я первый раз пришла в лагерь, в первую смену еще. И мне стало интересно. В лагере можно заниматься чем угодно, а дома просто так сидишь и ничего не делаешь. В прошлом месяце хорошо отдохнули, не выезжая из города, более 200 ребятишек. На вторую смену организаторы летних лагерей получили 130 заявлений от детей и их родителей. Всего за летний период у нас будет работать 10 профильных смен на базе четырех образовательных организаций. Яркие впечатления надолго запомнятся детям, а педагоги с удовольствием подводят итоги. Потребность в летнем отдыхе детей в этом году удовлетворена полностью. Ирина Волокитина, Григорий Волков, программа «Время местное».